Библейский портал экзегет.ру представляет Ну что ж, дорогие друзья, всех приветствую в актовом зале Срединской духовной семинарии. Наши лекции, беседы по изучению псалтыри записываются в студии портала экзегет на сайте экзегет.ру В последующем вы сможете найти видеозаписи каждой из бесед по каждому из псалмов, изучаемой псалтыри. Псалом восьмой. Последний псалом в первой кофизме. Этот псалом, в отличие от предшествующих, очень напоминает литературу мудрости. В нем воспевается творение Богом мира, неба и земли. Все, что на небесах и все, что на земле, согласно книге Бытия, были сотворены Творцом. Но если книга Бытия передает нам некую последовательность и богословский замысел творения мира, то в этом псаломе воспевается Божья мудрость и красота Его творения. С первых же стихов мы встречаем следующее восклицание. «Как величественно имя Твое по всей земле». Этими стихами начинается и завершается псалом. Они как бы обрамляют весь текст повествования, окружают его, поставляя все остальное как бы в центр, между этими словами. Мы видим, что Бог в этом псаломе воспевается Господом по отношению к человечеству и к небесным силам. «Как величественно имя Твое по всей земле, слава Твое простирается по всей земле». Если слово «слава», «слава Божия» передает нам некое отражение Его чести и хвалы среди людей, то, как к Богу относится с почтением праведные люди, то понятие величественности наш ум поднимает куда-то высоко, к небесам. «Величественно, красиво, прекрасно, ярко, сверкающе». Итак, здесь речь идет не просто о том, что Бог прославляется как Бог какого-либо народа или частного лица, которого эти люди или частное лицо почитают. В этом псаломе Бог прославляется как универсальный Господь и Творец неба и земли, который должен быть важен и признан должен быть всеми народами земли. Второй, пятый стихи. «Из грудных младенцев и детей ты устроил хвалу ради врагов твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя». В этом псалме не будет подробных описаний о том, кто такие враги и мстители, не будет никакого диалога с Богом в отношении того, в чем, собственно, они провинились перед страдальцем. Более того, мы видим, что они не падают в ямы, которые вырыли, они не поражаются Божьим мечом. Не нужно, чтобы кто-то поражал их в ланиту. Младенцы их повергают. Мы не знаем, что подразумевать под этими словами. То ли в буквальном смысле слова даже дети могут перекричать злословие нечестивцев, то ли невинность детей обличает греховность тех людей, которые здесь называются врагами. В любом случае, младенцы повергают ниц взрослых людей по этому псалму. Стихи из уст младенец и сущих совершилася хвалу цитируются Господом Иисусом Христом после Его входа в Иерусалим. Местное знать, сильное мира сего, приходит к Иисусу с требованием замолчать, остановить народ, который кричит «Оссана вышних!» Благословен грядущий во имя Господне! «На что Христос цитирует данные слова?» «Из уст младенец и сущих совершил и сихвалу. Если они умолкнут, камни возопьют». Небеса отражают красоту Божию. «Когда я взираю на небеса твои, дела творения перств твоих, ну-ну-ну и звезды, которые ты поставил», говорит нам 4-й Псалом. Первое, что мы видим в этом стихе, то, что небеса как бы сотворены рукою Божиим. Сам Бог, а не какой-то посредник, демиур, и не какой-то ангел и кто-либо, творил небо и землю. Бог своей рукой создал луну и звезды, которых ты поставил. Перед нами картина ночного созерцания неба. «Луна и звезды отражают солнечный свет». Как луна и звезды отражают солнечный свет, так и весь мир, который окружает человека, отражает его руку. Здесь нельзя не заметить параллель с посланием к римлянам, в котором апостол Павел говорит о том, что неповерившие осуетились. Они должны были поверить, наблюдая красоту Божию. «Потому что вечная сила и божество от создания мира в творениях его рук Божиих видимы, потому они, неуверившие, безответны по апостолу Павлу». Итак, небеса проповедуют славу Божию. Что есть человек, что ты помнишь его? И сын человеческий, что посещаешь его? В этих словах псалмопевец задается вопросом. Если Бог совершил, создал такой огромный мир, который нас окружает, и мы песчинка в нем, то насколько он снисходителен каждому из нас, что слышит молитву каждого человека персонально. Вот какие они многочисленные звезды на небе. Вот как прекрасное творение его рук. В этих словах луна и звезды, конечно же, мы угадываем образ всего мира, совершенного, сотворенного Богом. И вот Господь каждого человека посещает лично. И кто же этот человек, что его Бог посещает? Этот стих, как и следующий, находит свою параллель в посланиях апостола Павла, в послании к евреям. Но прежде чем мы об этом заговорим, следует сказать о фразе, которая вызывает дискуссии. «Немногим ты умаял его пред ангелами, славу и честью увенчал его». Эти слова, упоминания об ангелах, которые мы встретим в послании к евреям, говорят о личности Иисуса Христа. Господь не был умален пред ангелами. Если посмотреть буквально на текст собственного псалма, то по некоторым исследователям речь идет не столько о вестниках воли Божьей, сколько речь идет об иных богах. Потому что в оригинале, во многих рукописях, стоит во множественном числе слово «боги». «Немногим ты умалил его перед богами». Под богами могли пониматься уже в Ветхом Завете в том числе светлые ангелы или падшие духи. Итак, Бог не сделал человека меньшим, чем его ангелы. Бог возвеличил человека над иными богами. Бог творит человека по его образу и подобию. Бог снова поставляет человека вместо себя, чтобы человек вместо Бога царствовал над миром. Здесь мы видим параллель с первыми главами книги Бытия. Когда, насадив сад Эдемский, Бог поставил туда Адама и сотворил ему помощницу Еву, чтобы вдвоем мужчина и женщины возделывали и хранили сад Эдемский. Точно так же и в Псалме. Речь идет о том, что человек коронуется в цари земные, вместо царя небесного представляет его интересы и поставляется над всем, что сотворил своей рукой Господь. Овцы, волы, птицы небесные, рыбы морские. Эта трехчастность говорит нам о всей Вселенной. Точно так же, как по Ветхому Завету приводится к человеку всякое творение, сотворенное Отцом. Так и по этому Псалму всякое творение служит Сыну Человеческому, служит человеку. Но человек не должен это творение эксплуатировать как деспот, а должен заботиться о нем как слуга. Читаем слово «владыка». Конечно, у нас в современной интерпретации возникает образ некого великого господина. Но в библейском контексте речь идет о добропорядочном хозяине, который дает пищу всякой плоти на всякое время, своевременно заботиться о хромом, больном, голодном, милое, питая и вылечивая его. Псалом заканчивается такими же словами, как и мы слышали вначале. «Как величественно Твое имя, Боже, по всей земле». Этот псалом – прославление Бога, словословие Ему. В нем не только есть параллели с книгой Иова, в которой воспевается величие всего сотворенного Бога. Как я уже сказал, в этом псаломе есть очень много параллелей с жизнью Иисуса Христа. Если мы присмотримся к Новому Завету, мы увидим там не только цитату в контексте Евангелия от Матфея, в событии, когда Господь в храме Иерусалимском спорит о младенцах, которые кричат «Ассана, сыну Давидову!». Кстати, между прочим, в Евангелии от Матфея текст цитируется по греческому переводу Ветхого Завета. В послании к Коринфянам апостол Павел цитирует шестой стих данного псалма. «Немалом ты чем умалил его пред ангелами, все положил под ноги его». Но апостол Павел делает конкретный акцент на смерти, которая разрушила власть тьмы. Он делает акцент на самом воскресении Иисуса Христа, через которое Он вошел в былую славу и стал выше ангелов и всего сотворенного в мире. Автор послания к евреям также цитирует данный псалом. Цитирует также по греческому переводу, а не по еврейскому тексту, делая акцент на том, что Иисус Христос не был сделан меньшим, чем ангелы. Он тот же Бог, как и Отец. Но на какое-то время Его слава словно была прикрыта, неявлена людьми, людям. Он явился в уничижении, в умолении этой славы, которая в полном своем величии явилась после восхождения Его на небо к Богу Отцу. Иисус Христос